Бабушка, сказку! Смотри, вот сейчас сказка и начнется. Никак. Что никак? Не начинается. А ты зажмурься покрепче. Все равно никак не начинается. Э, вот то-то. Видишь, без бабушки ты ничего и не можешь. Кое-что могу. Сам постель постелил, сам белье сложил. Сам спать лег. А еще сегодня три зорки водички дал попить. Он хвостиком махал, попить просил. А я ему не налил. А он что? А он хотел меня поблагодарить. Прямо в нос лезнуть. А я ему не дался. Так. А еще добрые дела были? На улице снег убирали. А я помогал. А как же ты помогал? Творник снег убирал. А я ему говорю, где он его пропустил. Оставил. Хорош. Это его помощь не очень большая. Ну, да ладно. Видно, ты старался быть добрым мальчиком. Что ж теперь, придется тебе сказку рассказать. А какую? Вот я и сама думаю, какую. Расскажи старинную, престаринную, давнишнюю, предавнешнюю. Давнишнюю. Ну, что ж, есть одна. Жил на свете один писатель. Много книг написал. Хороших, разных. И сказки писал. Он детей любил. И для них сказки пересказывал. А как писателя зовут? Звали его Алеша Толстого. Это когда он маленьким был. А когда он вырос, стали называть Алексея Николаевича Толстого. Его многие детки знают. А ты знаешь? Знаю. Ведь не он ли написал про Буратино? Золотой ключик. Он. Он самый Алексей Толстой. А вот сказка, которую я сейчас расскажу, «Жар птица» называется. Ой, интересно. Ну, слушай. Была у царевны Марьяны нянька Дарья. Пошла Дарья на базар, купила канарейшную птичку, посадила в клетку, принесла домой и повесила на окно. А как птичку зовут? Канарейшная. А почему? Потому что она канарейшное семя ела. А где ее дом? На солнышке. А зачем она прилетела? Чтобы песни петь. Только когда царевна Марьяна не плачет. А если заплачет? Если заплачет, тогда птичка хвостиком махнет и улетит. И вот жалко стало царевне Марьяне с птичкой расстаться. Потерла она глазки и заплакала. Птичка хвостом махнула, открыла клетку, шусть в окно и улетела. Марьяна заплакала еще больше. Дарья стала ее утешать, фартуком слезы вытирать и говорит, не плачь, Марьяночка. Я сейчас сбегаю, позову великана Веньку. Он птичку нам поймает. Вот пришел высоченный великан Венька о четырех глазах. Два глаза видно, а два не видно. Постоял и говорит, я есть хочу. Принесла Дарья ему горшок каши. Съел он кашу и горшок съел. Потом увидел нянькины ботинки и ботинки съел. Такой голодный был. Потом вытер рот и убежал. Прибежал в Марьянин сад, а в саду на яблоне сидит канареечная птичка и клюет красные яблочки. Вдруг, откуда ни возьмись, лютый медведь появился и говорит великану, ты зачем ловишь канареечную птичку? Я вот тебя и стал лапой землю скрести. Великан испугался, сел на дом, ноги подобрал, а птичка шмык в окошко и улетела. За озеро улетела. Вот великан стал думать, как ему перехитрить медведя. И придумал. Нарочно закричал. Ой, рыжий бык бежит! Ой, боюсь! А медведь рыжего быка боялся больше всего на свете и сейчас же в кусты спрятался. Великан слез с крыши и к озеру побежал. А озеро было длинное, не перейти. А на той стороне птичка сидит на ветке. А великан догадливый был. Он лег на берег и стал озеро пить. Пил, 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 пил. И все озеро выпил. Потом встал на четверинки и побежал за птичкой по сухому дну. А птичка еще дальше в темный лес полетела. А великану трудно по лесу идти. Деревья за подмышки цепляют, за руки хватают. А птичка перелетела через лес и летит через темный овраг и через высокую гору. А великан за ней и через овраг лезет, и на гору бежит, пыхтит. До того устал, язык высунул. И птичка язык высунула. Вот великан и кричит. Птички. «Царевна Марьяна велела мне поймать тебя. Остановись!» Не послушалась птичка великана, только ножкой о ветку токнула. Тогда великан позвал сизую тучу. Прилетела сизая туча и кинулась на птичку. И заворчала. Птичка испугалась, закричала жалобно и метнулась в кусты. А туча за ней в кусты. Птичка под корни и туча под корни. Взвелась птичка в небо, а туча еще выше. Да как разразила с громом и ударила молнией. Перевернулась птичка и посыпались с нее киноридные перья. И вдруг выросло у птички шесть золотых крыльев и павлиний хвост. И от птички стал такой яркий свет по всему лесу. Зашумели деревья, проснулись птички, ночные русалки с берега в воду попрыгали. Звери закричали на разные голоса «Жар птица! Жар птица!» А туча понатужилась и облила жар птицу мокрым дождем. Замочил дождик и золотые крылья жар птицы и павлиний хвост. Сложила она мокрые крылья и упала в густую траву. И стало темно, ничего не видно. Тогда великан стал по траве шарить, схватил жар птицу, посадил ее себе за пазуху и побежал к царевне Марьяне. А Марьяна царевна все плачет, плачет, хнычит, не хочу я спать, ложится без канарейшной птички. Вдруг бегает великан и ставит на окно жар птиц. И в комнате стало светло, как днем. А птичка за пазухой великана пообсохла, теперь крылья расправила и заперла. Я, медведя, не боюсь, от лисы я схоронюсь, улечу я от орла, не догонит в два крыла, а боюсь я только слез ночью дождика и роз. И от них умчуся я за леса и за моря. Завертелась птичка и запела. Свету солнцу я, сестрица, и зовут меня жар птица. Спела птичка, потом сделала страшные глаза и говорит Марьяне, никогда, Марьяна, по вечерам ни хныкай и ни плачь, тогда я буду к тебе прилетать каждую ночь, буду петь песни, рассказывать сказки и во сне показывать раскрашенные картинки. И царевна Марьяна не стала больше плакать, глазки закрыла и заснула. Ну, Марьяна, что каждую ночь не будет прилетать жар птиц, садиться на кровать, рассказывать сказки, да, бабуля? Ну, конечно, знала. Вот и тут ты тоже по вечерам не хнычь, не плачь, а скоренько ложись, глазки закрой и засни, и все будет хорошо. Вот, хорошая сказка, спасибо за сказку, а теперь я буду спать. Ну, спокойнее. ночи. Спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok